Погодные условия в этом году нанесли значительный ущерб садоводческому и огородническому хозяйствам. По словам председателя местного товарищества, этот год стал неблагоприятным для садоводов. Ранний приход весны прогнозировал высокую урожайность, однако недостаток осадков привел к засухе. В связи с особенностью климатических условий, несмотря на то, что зима была снежная, снегу было много, но получилось так, что даже снег растаял, а земля оказалась сухой. И после этого была очень высокая жара, больше 30 градусов. Это весной была такая жара. В связи с этим нарушилась вся эта жизнедеятельность овощных и плодоягодных растений. С низкой урожайностью столкнулись садоводы, делавшие упор на выращивание в теплицах. Высокая жара в закрытых комплексах препятствовала опылению. Однако жители города не жалуются на урожайность. На рынке цены на домашние овощи выросли примерно на 10%. Урожай в этом году не хуже, чем в раннешние годы, чем в прошлом году. Просто пришлось поливать чаще, потому что была очень сильная жара. Поливай чаще и всё. Если технология отработана, урожай всегда будет. Но проходимость на рынке немножко хуже стала, чем в прошлом году. Меньше народу, меньше покупательский спрос. Аномальная жара стала причиной болезни и вредителей у растений. На прошлой неделе многие садоводы столкнулись с напастью – личинки, мотылька. Буквально за сутки огороды были уничтожены. Для того, чтобы повысить урожай на следующем году, садовод Светлана Сарайкина советует проводить профилактику заболеваний растений заранее. После такого тяжелого лета самое главное, что сейчас стоит задача перед дачниками и огородниками – это подготовка к следующему сезону. Это санитарная очистка сада обязательно. Это обработки от вредителей. Это обработки медсодержащими от болезней, от пятнистостей. Это просто необходимо сделать так, как вредители уходят в почву. Это максимально, если где-то заметили лето, амфозориозное увядание – это пролив почвы фитоспорином. Назира Балташева, Павел Соловьев, Марат Ахмеджанов, Ануар Нагмеджан, Кукще Акпарат.